Пароль во вселенную Цифры Известно, цифр всего 10 Но это поистине великолепная десятка Кажется, именно эти, так хорошо знакомые нам цифры, одинаково служили всем людям во все времена Но это не так У цифр своя удивительная, увлекательная история Вот она в двух словах Давным-давно у каждого народа был свой понятный только ему язык цифр А людям нужно было торговать, общаться, обмениваться знаниями и опытом Мешал языковой барьер Прошли тысячелетия, прежде чем цифры стали едиными Понятными всем И единица, и двойка, и пятерка, и ноль Стоп! Известно ли вам, что нуля сначала вообще не было? Но вот он появился и сразу же определил достоинство всех остальных цифр Станет справа один результат Слева другой Казалось бы, ноль Пустое место А как все изменилось? Да, мир цифр поистине удивителен Немногие, вероятно, поймут, что здесь на разных языках написано одно и то же А вот перевод, понятный всем Два плюс три равно пяти Не только люди, но и машины прекрасно понимают язык цифр Известно ЭВМ, в эпоху НТР служат науке Сочиняют стихи, переводят с иностранного, играют в шахматы Но если случится хорошее настроение, то и шутят, как видите Разумеется, все это по просьбе человека и с помощью цифр Но великолепная десятка, десятичная система счисления Оказалась для машины слишком громоздкой И человек предложил заменить ее только двумя цифрами Нулем и единицей В этой системе ее так и назвали двоичной Число один обозначается цифрой единица Число два цифрами единица и ноль Три, единица и единица и так далее Это обеспечивает более надежную работу машин Нулем и единицей можно кодировать любую информацию Даже произведение искусства Но вряд ли нам доставит удовольствие общение с таким искусством Да и какой художник захочет увидеть свое полотно в подобном виде Так что же это? Шутка? Гения? Фантазия кинематографистов? Отнюдь нет Такой метод позволит сохранить в закодированном виде Картины для наших далеких потомков И в случае необходимости воспроизвести их Как же кодировать и передавать изображение? Объясним суть метода на простом азбучном примере Вот буква А Сначала картинку разбивают на клетки, элементы Темные клетки обозначают нулями Светлые — единицами При передаче на расстояние цифры заменяются электрическими импульсами Единица — импульс, ноль — пауза Но тут всего две градации — светлая И темная Обычно же приходится передавать множество полутонов И чем их больше, тем сложнее комбинации из нулей и единиц А результат? Изображение передается на экран телевизора более точно Сама идея передачи изображения цифрами не нова Но только теперь, благодаря успехам микроэлектроники, удается ее осуществить Как, скажем, идет обычная телепередача Ну, например, в мире животных Все мы смотрим телевизор Но мало кто знает, что происходит за экраном Вот как нарисовал это наш художник Разумеется, условно Иной раз для того, чтобы попасть в наш дом Сигнал вынужден пройти длинную цепь ретрансляторов И в каждом он претерпевает искажения Бедный сигнал И разве, глядя на такой экран, мы с вами не мечем грома и молнии? Подобная неприятность встречается повсеместно Вот почему ученые многих стран работают над тем, чтобы улучшить изображение В Ленинградском институте авиационного приборостроения Впервые в Советском Союзе разработано оригинальное устройство Оно преобразует обычные сигналы в цифровые Вскоре передачи будут происходить по-иному И вместо обычных сигналов в эфир пойдут цифровые Ноль, единица Пауза, импульс Правда, они тоже подвержены помехам Но эти помехи легко устранить Как бы отрезать ножницами Вот так И тогда вечер у телевизора доставит нам полное удовольствие Цифровой метод начинает успешно работать в авиации Вот разладилась аппаратура слежения Ухудшилась видимость на экране локатора Это может обернуться бедой Современная диспетчерская аппаратура сложная Она требует постоянной и точной настройки Этим заняты многие люди Инженеры, техники, операторы Новое устройство, цифровой оптимизатор Делает это автоматически И освобождает людей от кропотливой работы Изображение на экране стабильно и четко Операторы могут быть спокойны Хорошо, понял, 300 метров Не перестаешь удивляться Как поистине широк диапазон работы цифр Часто во время прямых телерепортажей из космоса Мы слышим Видимость хорошая Все в порядке Картинка четкая Внимание! Несколько секунд назад Внеземным цивилизациям цифровым кодом Отправлена космограмма Этот пароль во Вселенную Передается автоматически и регулярно Я Земля Планета Солнечной системы Мое население Четыре миллиарда человек Если где-то существуют инопланетяне И они поймут язык цифр То когда-нибудь к нам на Землю придет ответ Ноль Единица Пауза Импульс Ноль Единица Пауза Импульс Ноль Единица Пауза Импульс Субтитры создавал DimaTorzok